За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радуга Повенчает берега Под тобой светлою судьбой Нежно, как любовь Стану радугой Обещай мне, сынок, что Ты никогда не повторишь мои ошибки Никогда не ввязывайся в политику Прости меня Зачем карабкаться на гору, чтобы потом с нее спускаться? Это бессмысленно Сынок, ты вокруг посмотри Такая красота только в горах может быть Ну или по телевизору Ай Тебе только в телевизор пялиться Или дома сидеть в темноте, в дюхоте Ты воздух-то этот Вдохни, почувствуй Пап, ты взобрался сюда только ради воздуха и пейзажей? Здесь хорошо думать Особенно если Мучает совесть Ну знаешь, моя совесть и так в порядке Ты обещал, что никогда меня не бросишь Почему ты это сделал? Так, ну-ка, 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 ну-ка О, как часы Полдня с ней провозился Мог бы сказать водителю Он бы отвез в ремонт И вообще ты Можешь давно позволить себе купить новую Купить любой дурак сможет А своими руками другое делать потом Я же к тебе не учила Да, ты мужчина А чтобы быть мужчиной, нужно что, чинить старые машины? А мне казалось, для этого нужна просто любимая женщина Так вот, ты же у меня и есть Ты же, я такая Я не пойду на похороны Я не хочу Ну как я буду смотреть им в глаза? Мы обязаны туда пойти Он столько лет кормил нашу семью Пап, если мы не пойдем То будет неправильно Ну, меня не слушайся Ну, хоть дочь послушай Я не пойду Я не могу Тебе нужно поспать Завтра будет суета Все будут высказывать тебе свои соболезнования Я хочу побыть один У тебя был очень хороший папа И вообще, тебе повезло, что у тебя был отец У меня, вот, например, его не было Поэтому, ты должен быть сильным Ради него, ради своей мамы И ради тебя Ты же теперь тоже наша семья Нет, Жень Наши мамы, они не сестры И мы с тобой не родственники А я относился к тебе, как к сестре А я относилась к тебе совсем иначе Какая неожиданность Сам стукач на похороны явился Что вы сделаете? Как ты смеешь приходить на похороны? Призначен! Папа! Смолочь! Он ни в чем не виноват! Девочка Девочка Сиди спокойно И знаешь, по большому счету Ты этого заслужил Донести на Дмитрия Романовича Как мы теперь людям в глаза будем смотреть О, Боже Что это? Что это? Следы от веревок Они меня связывали О, Боже Доченька А больше они ничего не делали, а? Скажи, я Я мама Я пойму Нет, мам, больше ничего Все равно, сволочи Неправильно, что ты на них донес Совсем уже обнахалились Господи Будь они проклятые, этих Анжонков Никто не пришел Теперь все нас презирают Здравствуй, Танюша Здравствуйте Держись, Женька Спасибо вам Спасибо, что пришли Все от нас отвернулись А ведь он сделал людям Столько добра Танечка, Жень жестокая и несправедлива Ты это прекрасно знаешь Если что-нибудь будет нужно Обращайтесь, хорошо? Спасибо вам Спасибо, что пришли Держись, моя родная Субтитры создавал DimaTorzok Почему вы до сих пор здесь? Вам что, охрана непонятно объяснила? Татьяна Васильевна, простите меня Я же из-за дочери Да как ты посмел? Ты предал моего мужа Мам Даже собака Не кусает своего хозяина, который ее кормит А ты? Как ты мог так поступить? Мам, пожалуйста Мы столько для вас сделали А вы Убирайся! Убирайся, я сказала! Я очень рад, Татьяна Васильевна Если я смогу что-нибудь для вас сделать Татьяна Васильевна Можешь Иди на его могилу и застрелись! Он перестанет Так будет честно По отношению к нему Он всего лишь пытался меня защитить Было бы кого защищать Шлюху, которая молочится за моим сыном! Мам, не медленно прекрати Если вам нужно кого-то обвинять Обвиняйте меня Документы были у меня в сумке Инна! Мам, пожалуйста, перестань Прошу тебя Ты что, защищаешь их? Это же неблагодарное быдло! Убирайтесь отсюда! Мам, идем в дом Тебе нужно успокоиться Идем Вон отсюда, я сказала! Вон отсюда! Перестань Пойдем Твой отец покончил с собой Из-за этого предателя! Он защищал свою семью Если бы ты не похитила Инну Этого бы вообще не произошло Подожди, так это я? Это я во всем виновата? А эти твари, значит, белые и пушистые? Что ты молчишь? Ты что, винишь меня В смерти своего отца? Если это ты приказала похитить Инну То да Послушай, я понимаю, ты расстроен Но я прошу тебя, не злись на меня Я тут ни при чем Это по приказу Кумачева похитили Инну Кумачева? Зачем Кумачеву похищение Инны? Возможно, когда-нибудь мы узнаем Может быть, из-за этих документов Но я тебе клянусь Я тут ни при чем Это все дело рук Кумачева Я думал, что ты не придешь к ним на похороны Ты что, приехал ко мне Только для того, чтобы показать Вот эти фотографии В газетах? Ты Довел его до самоубийства? Нет Нет Ты убил его Я давно никого Ни до чего не доводил Ну, тихо себе сижу Читаю книги Слови в окно Ну, если кто-то время от времени убивает моего врага Кто я такой, чтобы этому помешать? Значит, ты подтверждаешь, что это твоих рук дело О чем ты говоришь? Кто сделал копию документов Ты о чем? Я надеюсь, что ты не думаешь, что я поверю, что это сделал какой-то шофер Мне почему-то кажется, что ты знаешь, о чем я говорю А мне кажется, что ты меня переоцениваешь, нет? Тебя лучше переоценить, чем Недооценить Но ты меня со счетов тоже не сбрасывай Ты что, угрожаешь мне сейчас? Нет Я тебе предупреждаю Пока Предупреждаю Мне кажется, Кумачев Не на шутку разозлился Я не хочу с ним войны Очень не хочу Но Надо, чтобы все знали, что со мной спорить нельзя Отец Отец Давай решим этот вопрос раз и навсегда Надо наказать его, но Он нужен мне живой Но тихий и послушный Надо Надо послать ему Послание через жену Он не должен понять От кого послание Наоборот Он должен знать Я понял Алло, привет Ты сейчас где? Знаешь что? Поезжай-ка ты сейчас в аэропорт Бери билет На ближайший рейс И улетай куда-нибудь к морю Там, где тепло и безопасно Много чего случилось Ханжонков погиб Да, документы всплыли Хван, прокуратура, в общем Тебя сейчас лучше уехать Я приеду Мне нужно только закончить кое-какие дела Я приеду Пока Я приеду Отец, что это за документы? Да неважно Подожди, я не понимаю Пап, ты в чем-то виновен? Сынок, не лезь в это дело Просто пообещай мне Кто бы и что бы обо мне не говорил Не верит Пап, я не понимаю Пап, я не понимаю Просто пообещай мне Хорошо, я обещаю Отлично Это ключ от сейфа Мама знает, где он Что это, деньги на черный день? Нет, сынок, это не деньги Деньги заработаешь сам Это ваша с мамой страховка На случай, если со мной что-то случится Сынок Ты как? Мам, ты знаешь, что это? Почему ты спрашиваешь? Отец дал мне этот ключ Сказал, если с ним что-то случится Это наша с тобой страховка Он рассказал тебе, от чего этот ключ? Он сказал, что ты знаешь, где сейф Пойдем Кажется, это здесь Посмотри Что это? Я не знаю Наверное, что-то важное Раз было спрятано Смотри, какой-то шифр Похож на тот, что был в документах Которые оказались в сумке у Инны Наверное, здесь ключ К расшифровке тех документов Смотрите, кто идет Наша милашка Привет, привет Тит Ты пусти с нами Тихо, тихо, тихо А мой папа говорит, что твой отец кольцом А мы говорим, что идиот Только идиот мог сдать своего хозяина, который хорошо ему платит У нас нет хозяев Мы не прислуга Ну так теперь точно не будет Кто бы себе такого на работу возьмет Он предатель Не смей так говорить А то что? Ты нас тоже знаешь? Предатель 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 Эй! Эй, что вы делаете? Прекратите! Прекратите! Вставай! А тебе какое дело? Ты что за нее вступаешься? Иди сюда А тебя не касается Вали отсюда! А то что? Увидите! Валите! Ладно Пойдем Иди сюда А с тобой еще встречусь, понятно? Ты в порядке? Сильно тебе эти коровы потоптали? Да нет Давай идем Идем Все хорошо? Давай Кумачев Настоящий владелец Тайных счетов и фондов А отец его прикрывал А почему папа не рассказал все полиции? Ну ты же знаешь, Кумачева Это было бы хуже, чем самоубийство Тогда пострадали бы мы с тобой Получается, папа преступник? Он пытался выйти из игры Пока не появилась Инна С этими документами Жень Можешь выйти на минутку? Говори, что ты хотела Я Я же просила уйти из этого дома Ты знаешь значение слова уйти? Я просто хотела увидеть Женю Убирайся! Мама, ты что? Не хочу видеть эту дрянь! Прекратите, вы не имеете права меня бить! Мама! Инна, стой! Подожди! Бестыжая тварь! Инна, Инна, стой! Стой, извини мою маму Она просто с ума сошла, понимаешь? Больно? Слушай Давай убежим отсюда Навсегда вместе Все обязательно наладится Нужно просто немножко подождать Нет, ничего не наладится Ну послушай, дай нам всем чуть-чуть времени Нет, Жень Ничего не изменится Твоя мать всегда будет меня обвинять В смерти твоего отца Пап, ну ты чего? Пап, ну ты не сделал ничего плохого Ты пытался защитить меня Хватит уже, надоело Для меня ты герой, пап О, что это? Что это такое? Опять подралась? О, господи Держи Они сказали, что Мой отец предатель Что нам здесь не место Вот дети пошли Кошмар Отец Давайте уедем отсюда Ну да Вот так возьмем все Бросим и А что нет? Да нечего нам бросать, мам У нас здесь уже ничего нет Где Инна? Не знаю Только что была здесь Ой, я с ума сойду с этим переездом Может еще раз попросить прощения, а? Может со временем Все как-нибудь Забылось бы, а? Нет, не забудется Ничего не забудет Да Инна? Привет Что-то случилось? Камил, я уезжаю Мы все уезжаем Я буду скучать Камил, ты у меня единственная подруга Я хочу тебя кое о чем попросить Да, конечно Все, что хочешь Держи Передай это Жене А что это? Он тебе все расскажет Хорошо А куда вы уезжаете? Пока не знаю Я приеду, напишу Я буду скучать Подруг Пока Ну где это, Инна? Почему она не помогает? Сама все затеяла Инна Ну может быть Все как-то забылось бы, а? Такая хорошая была зарплата И да Такой дом Ну где мы возьмем такой дом? Да еще и бесплатно Все наладится Нет Ничего уже не наладится Что это? Звучит музыка. Мы наговорили много лишнего. А если это дойдет до прокуратуры? Нужно уничтожить все документы и перевезти деньги на другой счет. Прости, Инна. Я не думала, что все так получится. Мне только что сообщили, произошла автомобильная авария. Жена Кумачева погибла. Хорошо. Никто ничего не заподозрил? Да пускай они заподозрят. Можно свернуть все на Ханжонькова. Он ведь мог мстить Кумачеву за покушение на сына, за всплывшие документы. А Кумачев в курсе? Не думаю. Надо, чтобы ты позвонил ему. Пусть это он узнает от нас. Да. Господин Кумачев? Да, это господин Кумачев. Это кто? Это по поводу вашей жены. С ней произошел несчастный случай. И что случилось? Автомобильная авария. Ее машина упала с моста. Она ранена? Нет, она не ранена. Слава Богу. Она погибла. Вы хорошо меня поняли? Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Они уехали. Они собрали свои вещи и уехали. Теперь ты довольна? Или ты опять ни при чем? Или это Кумачев их выгнал? Причиной смерти стала автомобильная авария. Среди погибших супруга известного бизнесмена Кумачева. Глава правительства уже выразил семье погибших глубокие соболезнования. Кто-то отомстил Кумачеву за нас? Нет. Никто за нас не отомстит. Мы должны сделать это сами. Но как? Что ты можешь сделать Кумачеву? У меня есть очень сильное оружие против него. У меня есть его дочь Камила. Камила, дочь Кумачева? Да. Прости, я тебе раньше об этом не говорила. Камила, дочь Кумачева. Ее мать Вера, она работала у Кумачева секретарем. В то время он еще был женат. А Кумачев знает о том, что он отец Камилы? Пока нет. И что ты собираешься делать? Сказать ему. Теперь, когда Кумачев стал вдовцом, самое время обрести долгожданную дочь. И это будет неплохим шансом для нас. О чем это ты, мам? Я хочу отомстить Кумачеву за смерть твоего отца. Отец погиб. Защищай Кумачева. Я хочу отобрать у него все. Ты слышишь? Все. И Камила станет нашим оружием. Оружием? Как ты собираешься управлять Камилой? Я же вижу, Камила любит тебя и сделает все, о чем ты попросишь. Если попросишь правильно. То есть ты предлагаешь мне использовать Камилу в наших с тобой целях? Именно так. Можешь устроить мне истерику. Можешь считать меня чудовищем. Но это единственный шанс подобраться к Кумачеву. Единственный шанс отомстить. Мам, а почему бы нам просто не взять документы и не пойти в прокуратуру, не показать их? У нас только часть документов. Если бы Кумачеву было так легко посадить. Но если мы все сделаем правильно, ну, решай. Или твои принципы, или честь твоего отца. Да. Примите мои соболезнования. Да, Танюша, такой год Сначала твой муж, теперь моя жена Да В последнее время вокруг сплошные похороны Но и ты мне звонишь не для того, чтобы по поводу этого поговорить? Возможно, у меня есть новость, которая вас обрадует Ты серьезно думаешь, что меня сейчас что-то может обрадовать? Я правда так думаю Я уверена в этом Приезжайте, как только сможете Алексей Борисович, садитесь Сейчас Камила принесет вам чай Вот, пожалуйста Спасибо Спасибо, останься Есть разговор Тань, не тяни время, ты мне что-то хотела рассказать Это Камила Вы видели ее в прошлый раз в нашем доме Я помню Вы сказали, что ваше сердце дрогнуло? Я так сказал, и что? Камила Это ваша дочь Тетя 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 Что? Тать, что ты несешь? Это правда Камила ваша дочь Ну и кто же ее мать? Вера Ваша секретарша Помните ее? Таня Ты затеяла очень плохую игру Глупую и очень опасную Вера умерла 18 лет назад Мою маму ее вправду звали Вера Только она умерла недавно 18 лет назад Вера пришла ко мне беременная И попросила помочь ей исчезнуть Зачем? Чтобы сохранить жизнь Себе и ребенку Я думаю, что ты в курсе, что отцовство можно проверить Если она не моя дочь Ваша Сделайте тест ДНК Сделайте все, что нужно А пока Можете поговорить Без посторонних Присаживайся Я не буду извиняться за то, что не видел тебя столько лет Я думаю, что ты понимаешь, что это было просто невозможно Да, понимаю По правде Я всегда мечтала, чтобы у меня был отец Ну вот мечтами мы и ограничимся Если в тебе действительно мои гены Это и не значит, что ты моя дочь Чтобы стать дочей ее Кумачевой Это Это надо добиться Ясно Знаете Когда я мечтала об отце Я не мечтала о вас Вы бросили меня и маму Использовали ее и выбросили И ничего не знаешь А я не считаю Что нужно добиваться такого отца, как вы Я тебе повторяю Ты ничего не знаешь Вы подлый Бессовестный трус Это все, что мне нужно знать о вас Моя Прекрасно Просто прекрасно Наконец-то мы переехали Осталось только понять, где брать деньги на жизнь Я найду работу Ой, не смеши мои тапки Ты уже неделю об этом говоришь Тебя никуда не берут Я тоже буду искать работу А как же учеба? Это не самая главная сейчас проблема Куда? Куда хочешь туда и встать Мы скоро будем пухнуть от голода И зачем мы только уехали? Остались бы, все наладилось Да ничего бы не наладилось, мама Хватит уже об этом Нет, не хватит Не хватит Зачем ты только рассказал про эти тайные счета? Просто взял деньги этого Ханжонкова Избежал Ты бы хотела, чтобы папа стал вором? Во всяком случае Сейчас бы мы были при деньгах Так, мам, прекрати Давайте ужинать Я голодная Мы все голодные И все это благодаря твоему честному папаше Самоубийство Дмитрия Ханжонкова, похоже, поставило точку в громком коррупционном скандале К сожалению, следствию не удалось допросить бизнесмена Хоть кого-то из них прищучили Полстраны украли, сволочи А им все мало Он хороший мужик был Ханжонков этот Не бывает там таких Если богатый, значит ворюга Бандит и подлец Да и шофер у него такой же Сдал, говорят, хозяина С потрохами Да? Красавица Да что вы такое говорите? Как вы можете так говорить? Д , смотрит Да Папа, папа, с тобой все в порядке? Я не знаю. Сильно болит? Тебе в больницу надо. Что, что случилось? Я попал в аварию. Фары разбил. Бандер в дребезге. Хорошо, хоть все живы остались. Господи, на ремонт машины придется три зарплаты оставить. Сколько? Да что же это делается, а? Ты сколько за рулем, а? Я тебя спрашиваю, сколько ты за рулем? Где мы достанем столько денег? Где? Кто нам их даст? Где? 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 О, Господи. Ну, когда я сдох? Ну, за что мне все это? Мужик, ты что делаешь? Я последнее дерьмо. Полное дерьмо. Ты меня понял, мужик? Иди домой. Не наступай здесь. Ты не понял. Он к нам столько лет, как к родным людям. А я его предал. А я его предал. Предал. Я его предал. Я сука, я тварь полная, мужик. Я тварь последняя, мужик. Мужик, я тварь. Я же тебе сказал, не выступай. И не пей, если не умеешь. Пошли. Вместо того, чтобы искать работу, он пропил все деньги. Тоже мне. Мужик называется. Мам, прекрати. Разве ты не видишь, что ему и так плохо? А мне, блин, хорошо. Без денег и с алкоголиком в придачу. Вот. Всю жизнь мечтала вот о такой вот жизни. И уверен с ней в вече. Вече ты разбросаешь. Потом убирай. А то ж сожгу все к чертовой матери. Только уберешь, она все разбросает. Мам, не надо срывать свою злость на других. Пап, не плачь. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Да. Ты зачем пришла? У меня появился еще один ребенок. Эту папку мой муж оставил перед смертью. Вот это ключ от шифра. Думаю, это все должно храниться у вас. Если бы ты только знала, что может произойти, если кто-нибудь расшифрует эти документы, я надеюсь, у тебя не осталось еще одной купеи. Нет, не осталось. Я тебе очень благодарен. Я тебе этого никогда не забуду. Надеюсь, не забудешь. Даня, подожди. Как ты отнесешься к предложению поработать моим советником? Уж не знаю, справлюсь ли я. Мы Женьку твоего тоже куда-нибудь пристроим помощником. Слушай, я не ожидал от тебя такого, честно, признаться. Ты уверена, что поступаешь правильно? Все-таки Кумачев твой отец. Отец, который хотел, чтобы дочь добивалась его признания. Да он просто самовлюбленный негодяй. И при этом еще и трус. Может быть. Но неужели ты не хочешь дать ему второй шанс? Жень, ты чего меня уговариваешь? Я думала, мы друзья. Камила, именно поэтому и уговариваю. Кумачев назначил мою маму своим советником, а меня возьмет помощником. Если ты поселишься у него, то мы будем с тобой часто видеться. Я смогу присматривать за тобой и днем, и ночью. Жень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok